Добрый день дорогие мои ученики сегодня 3 января и чтобы завтра за окном светит солнышко я нахожусь в Челябинске небо голубое голубое такое голубое что я уже не помню такого неба в нашей нашей москве поэтому чтобы завтра освободить себе наконец день для прогулки по лесу сегодня я должна записать вам видео потому что все запасы мои кончились в очередной раз выложить их в выходные дни на youtube канале и ответить на ваш вопрос который поступил ко мне еще в прошлом году будем теперь говорить он касался темы построение рельефов сразу на ткани то есть как на ткани я краю обычное изделие это вы уже видели я вам показывал это неоднократно и попросили люди развитие этой темы и сделать это и показать как это можно сделать сразу на ткани как всегда я работаю вы знаете экспромтом и как всегда я не знаю что у нас из этого получится но все как говорится одно к одному прилетела фотография от приятельницы от челябинска она пошла петь в хор извините ветеранов и посылает свою фотографию этого хора ветеранов а этот весь хор ветеранов завода металлоконструкции стоит абсолютно в моих зеленых сшитых моими руками вот в зеленых платьях с кокошниками я найду эту фотографию ее где-нибудь тоже сюда приплюсую и покажу вам именно шила я это эти наряды лет наверное уже 18 назад если не больше но именно что характерно именно вот когда мне пришел такой заказ на хор ветеранов было больше 20 человек все это люди сами понимаете были взрослые каждого были свои мерочки а с каждого снимала мерочки и мне нужно было сразу на ткани эти зеленые длинные платья раскроить потому что когда я начала их кроить на бумаге я поняла как много времени на это уходит бумагу нарисовать разрезать выкройки по рельефам раздвинуть они тоже были все на рельефах чтобы низ у нас получился очень очень раскрешенный но я не могу вам показать это платье на ткани потому что она будет длинная и занимать будет очень много вот здесь место и покажу вам только вот этот принцип сразу на вот таком вот нажитете ки на коротком чтобы все это входило в наш листочек формат другого к сожалению не позволяет но я думаю что вам все равно это все будет понятно вот видите как бывает какие чудеса в жизни происходят вы попросили появилась ожила картинка из прошлого и я так именно та картинка которая и научила меня делать то что я сегодня вам покажу как вы знаете что самым главным нашим учителем является наша жизнь она ставит перед нами какие-то задачи и мы начинаем их решать умеем или не умеем но мы начинаем решать и так мы растем чего так росла я всю жизнь копился мой опыт и я желаю вам от души чтобы и вы проходили по моему пути и точно так же вы будете жить без границ будете людьми свободными вы будете понимать как как вам идти каким путем опираясь на простые какие-то знания вы будете сами придумывать себе и выполнять более сложные задачи но это я уже увлеклась еще раз с новым годом и мы начинаем тему рельефы сразу на ткани посмотрите как всегда мы начинаем с чего конечно же технического задания техническом задании мы с вами изобразили наш жакетик он будет застежкой впереди и у него будут вот такие классические так сказать традиционные иксообразные рельефчики которые обязательно будут в нашем случае проходить через центр груди или может быть чуточку дальше но будем все-таки через центр груди посылать да и они будут иметь вот такую форму чтобы она подчеркивала как говорится линию талии независимо есть она у нас или нет и то же самое мы сделаем со стороны спинки и в эти рельефы конечно же мы спрячем и на грудную вытачку которая обычно идет вот отсюда и сюда да и спрячем талиевую вытачку мы спрячем на спинке плечевую вытачку то есть мы замаскируем и разведем параллельной раздвижкой эти детали друг от друга для того чтобы поместились между ними припуски насколько разведем на две величины припуска если припуск будет полтора сантиметра значит на 3 но об этом чуть позже и так мы начинаем значит еще хочу на экранчике вам показать следующее вот так записаны наши мерочки если кому-то нужна будет вот эта расшифровка да вы посмотрите остановите вот этот кадр вернетесь к нему как-то скопируете себе и мы начинаем работать дальше и так это наше техническое задание здесь выписаны мерки нашей фигурки и здесь конечно же выбраны прибавки по бедрам я сделала прибавочку 2 чтобы не облегал этот жакетик из более плотных каких-то тканей не обтягивал нас по талии видите 4 то есть силуэт получился полу приталенный не в облипочку и не в обтяжку но рукавчик тоже время очень аккуратный без лишней посадки потому что прибавка 4 сантиметра и как вы уже помните прибавочка по рукаву она всегда дружит с прибавочкой по груди то есть 34 нас вполне устроит прибавка по груди но опять 6 по груди это будет лишковато лишняя мешковатость вот в этой области она тоже нам ни к чему и так напоминаю еще раз все начинается с ваших мерок с вашего рисунка и плюс те прибавочки которые в данный конкретный случай нам с вами нужны в другом случае эти прибавки будут другие и на выходе мы будем получать сумму наши мерочки плюс выбранные прибавочки в этом заключается одна из основных задач нашего построения любой выкройки и так посмотрите перед нами клетчатый листочек бумаги он изображает стол а на столе лежит ткань сложенная в два раза вот здесь уточная нить вот здесь долевая нить ко мне лежат кромки ткани от меня лежит сгиб ткани представили все ширина ткани все 140 сантиметров значит длина вот этого отрезка 70 сантиметров я изобразила ткань все я стою где я стою у стола вот здесь это мое место и с правой стороны у меня всегда низ с левой стороны у меня всегда получается вверх приучайте себя к порядку какой-то определенной системе вот к такой системе мне очень удобно работать и вам я думаю тоже будет очень удобно и напоминаю как это делать вы можете посмотреть это сразу на ткани ролик у меня был ранее снятый здесь же у нас выложен большой линеечкой мы работаем на здесь мы работаем маленькой первую очередь мы проводим линию номер один параллельно правой кромки стола который отсекает выравнивает ткань по утку обычно это ну совсем немножко столько сколько вам надо выровнять потом от линии номер один параллельно ей я провожу линию номер два между первой линии и второй вот эта величина является припуском на обработку данного среза данном случае речь идет о линии низа эта линия номер два является одновременно линии низа нашего изделия и припуск на обработку но вот здесь у меня три сантиметра получилось вы выбираете я обычно в жизни выбирают 5 так теперь мы смотрим на наши мерки выбираем там мерочку длины изделия 23 сантиметра и откладываем ее от линии низа вверх то есть влево 23 сантиметра пожалуйста 23 так как у меня клеточка я побыстрее хочу работать и специально вот это взяла то я работаю откладываю это один раз когда вы работаете на ткани вы откладываете эту величину дважды только потому что только по двум точкам можно провести прямую параллельную одну вторую прямую параллельную другой прямой и так получилось линия талии это линия низа это линия талии это линия среза от линии талии вниз сразу откладываем линию бедер 17 ну давайте 18 сантиметров возьмем получилось у нас линия бедер что не всегда далеко я делаю но для вас я все равно это сделаю не ярко и и вот так вот вырежу и четвертая по большому счету линия 1 у нас всегда отсекает кромку ткани то есть я от вот этой кромочке ткани отхожу там полтора обычно сантиметра ну давайте возьмем так вот здесь сантиметрик чтобы по клеточкам нам удобно было рисовать я отсекла кромку ткани это линия номер 4 кромка ткани никогда не участвует у нас в изделии затем я от линии номер 4 откладываю линию номер 5 параллельно ей линия номер 5 это и будет середина нашего изделия изделия центр полочки по ней будут размещаться пуговочки пришиваться и на нее будут ориентироваться наши петельки поэтому если сравнивать с нашими чертежами пересечении линии низа и серединке изделия вот это была точка n пересечении с линии талии это была точка т соответственно здесь у нас сгиб нашего изделия и по модели это у нас середина спинки поэтому здесь у меня будет . т 2 а здесь у меня будет . н 2 не будем торопиться как всегда будем делать все обстоятельно последовательно очень подробно со всеми мелочами придет 15 минут мы остановимся продолжим на следующем уроке и так раз в недельку мы продолжим эту нашу добрую традицию я буду вам это все постепенно выкладывать и показывать а сегодня я постараюсь снять весь этот цикл до конца а вы можете писать свои пожелания вопросы я буду процессе добавлять еще какие-то сюда необходимые вам знания и так мы прежде всего размелили расчертили нашу ткань которая конечно лежит к нам на изнанке у нас нарисована линия низа линия талии и линия серединке нашего переда теперь я смотрю на мерки как же мне показать вам эти мерки давайте сделаем как-то давайте сделаем вот так я думаю нам будет это хорошо все видно да итак перед нами мерочки куда я сейчас смотрю я смотрю на мерку дтп 44 сантиметра 44 нашла в точку т поставила горизонтальная засечка плечевые точки вниз 7 8 сантиметров глубина горловинки еще вниз сразу 27 сантиметров это что это конечно линия груди поэтому сразу через линию груди можно провести вот такую вот горизонтальную прямую это будет у нас линия груди нашей разметочки затем по линии груди нужно отложить расстояние между центрами груди 10 сантиметров да и получится у нас точка c центр груди также нужно отложить 7 сантиметров ширина горловинки вот сюда и мы откладываем и мы можем оформить с вами это точка а у нас была и мы можем с вами оформить давайте я так уже не буду ничего переворачивать точка а видно надеюсь всем хорошо и мы оформляем горловинку обнаружилось что в челябинске нет моих любимых лекал все увезла в москву ну поэтому работаем тем что есть и когда вы рисуете на ткани вы дорисовываете это все до линии среза сразу затем если бы у нас была с вами вытачка обычная выкройка мы бы сейчас вот здесь оформили эту вытачку ну что вам сказать дорогие мои друзья давайте наверное сейчас так и сделаем потому что когда но мы поработаем в тонких линиях обычно в таком достаточно сложном построении которые сегодня мы с вами хотим понять не получится все сделать легко и просто прям сразу поэтому давайте идем привычным и понятным нам путем мы оформляем в тонких линиях сначала нашу всю базовую конструкцию а что теперь надо сделать теперь надо сюда отложить раствор наши вытачки как он считается 22 отнять 17 получится 5 умножить на 2 получится 10 прибавить 2 получится 12 значит мы проводим дугу циркуля радиусом 12 сантиметров вот сделали взяли 12 сантиметров поставили сюда еще очень важно здесь захватить цветовой день затем уравниваем стороны вытачки потому что с лампочками видео не записывается и поэтому я очень ограничена в своих возможностях но тем не менее откладывая всяческие отдыхи я стараюсь для вас сделать приятное и принести вам пользу и так построили мы нашу вытачку теперь у меня идет плечо базовой конструкции ширина плечика у нас 13 сантиметров поэтому мы ставим сюда карандашик и проводим дугу радиусом равным 13 сантиметров и высота плеча косая переда у нас равна смотрите 24 с половинкой сантиметра делаем радиус 24 с половинкой сантиметра и сразу получаем переднюю точку плечевого шва ну это не знаю как у нас получится как всегда поэтому сейчас я перехожу по строению спинки для этого я смотрю на мерочку 42 до длина спинки и вот здесь откладываю вниз 2-2 с половинкой сантиметра глубина горловинки ширина 7 размер 48 но можно чуточки побольше взять 7 и 8 и вот так вот у нас получилась горловина спинки сзади это точка с у нас вот это точка с теперь у нас дуга радиусом равным ширине плеча 13 сантиметров раствор вытачки давайте возьмем 48 размер 2 сантиметра получится 15 и пол сантиметра можно взять на посадку 15 с половинкой поэтому ножку циркуля ставим сюда и делаем дугу провели дугу затем из точки т2 в этом направлении проводим мерочку высота плеча касая спинки просто высота плеча касая 42 сантиметра 42 сантиметра так нашли циркулем поставили сюда и провели точку п2 смотрим на каком расстоянии получилась точка п2 относительно точки п1 любим 2 сантиметра 2 3 вот здесь у нас получилось 3 сантиметра ну давайте оставим эту историю потому что 3 нам тоже нравится не будем переменять вот эту выточку все сохраняем как есть и тогда в тонких линиях мой чертежик мог бы выглядеть вот так вот так значит здесь сразу строим 4 сантиметра константа 2 сантиметра выточка длина выточки так вот такая 17 минут ого-го надо уже нам прерываться безымянная точка 2 ну хорошо и мы сейчас закончим оформление плечевого среза уравниваем стороны выточки и мы получили вот такую картинку это у нас все было бы если бы мы с вами строили базовую конструкцию на этом я сегодня останавливаюсь и всего вам хорошего подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до следующих встреч до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...